На берегу Черного моря среди крымских гор Ялты уже пятый год подряд собирает политиков, экспертов, бизнесменов. Интерес к международному экономическому форуму колоссальный. Важнейшим в деловом событии полуострова участвует более трех тысяч человек. Делегации приехали из ста стран. На юбилейном форуме в Ялте обсуждают новую мировую реальность, которую сегодня сложно представить без Крыма. По традиции одно из главных экономических событий года посетила делегация Краснодарского края. Во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество с соседней республикой. Основное событие Ялтинского международного форума – пленарное заседание. В этом году его тема «Крым, Россия, мир. Новая мировая реальность». Заседание открыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. От имени президента вице-премьер поприветствовал участников юбилейного форума. В своем выступлении он отметил, что Ялтинский международный экономический форум с каждым годом привлекает все больше зарубежных инвесторов. Встречи в Ялте предоставляют инвесторам отличную возможность воочию оценить богатейший потенциал Крыма, открытого для плодотворного сотрудничества со всеми партнерами. Уверен, что содержательные лектории и круглые столы, тематические сессии и выставка инвестпроектов, насыщенная культурная программа вызывают широкий интерес у российских и зарубежных гостей. На полях делового форума губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие сотрудничества между регионами. Сегодня субъекты не просто соседи, они партнеры. Буквально год назад их связал Крымский мост. Уже в декабре будет запущено и железнодорожное движение. Нужно максимально использовать те преимущества, которые дает переправа для расширения экономических связей, отметил Вениамин Кондратьев. Мы не конкурируем, а мы дружески, то есть работаем в части того, чтобы привлечь туристов. То есть как бы планы и мероприятия наши согласованы в данном случае. Мы уверены, что сегодня Крым и Краснодарский край – это два субъекта Российской Федерации, у которых самая большая береговая линия с точки зрения южного региона и курортных возможностей. Поэтому у нас путь неразрывно связан. Вениамин Кондратьев, вам спасибо большое. Конечно, хватает для нас общих задач, и мы ищем инструменты, способы и сегодня решения. А то, что, безусловно, хватит нам на точно два наших субъекта отдыхающих, туристов, если мы сможем найти новые точки роста, новые продукты, которые сможем предложить отдыхающим со всей страны и из Руежья в том числе. Вот тут стратегически, я думаю, что мы должны вместе и посотрудничать. Безусловно, что сегодня у Крыма, как и у Краснодарского края, появились свои бренды, очень мощные, востребованные это винные бренды. Поэтому мы должны защитить наших виноделов от суррогатного производства совсем не конкурентов, а тех, кто пытается уронить вот этот бренд, который сегодня уже появился, вина Краснодарского края и вина, произведенного в Крыму. По туристическому маршруту Золотого кольца Боспорского царства, который объединяет Крым и Кубань, уже проехали первые туристы. Чтобы и дальше развивать направление, гостям края и республики необходимо предлагать новые продукты. На встрече с главой Крыма Вениамин Кондратьев рассказал, что в исторический маршрут будут включены винодельческие предприятия Краснодарского края. Маршрут Боспорское царство – это такой новый тур, который себя будет включать, в том числе и дегустацию вина, который производится небольшими винодельнями, в том числе сыров, которые тоже производятся в Краснодарском крае. Это просто агротуризм, который можно будет показать, а у нас уже есть что с вами показать. И, безусловно, если мы сможем развить этот тур в Боспорское царство, это тоже будет очень такой серьезный магнит для привлечения туристов, отдыхающих со всей страны и, еще раз подчеркиваю, я думаю, что даже из-за рубежа. Конкурировать из-за туристов в соседней территории не собираются. Напротив, планируют искать новые точки роста и способы решения общих задач, которые сегодня стоят перед Кубанью и Крымом. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Кубань-24, Крым. Продолжение следует...